Ни мороз, ни ветер не помешал любителям зимних народных забав прийти в главный город у города за порцией свежих впечатлений. Различь гостей старались артисты Дома культуры Рассвет. Еще до начала программы по всей площади возникали танцы, пляски, в которых одни участвовали, что просто согреться, другие, потому что настроение воистину рождественское. Сегодня очень весело, народу много, очень много деток, очень хороший праздник сегодня, Рождество Христово. Мы вот с детками тоже вышли погулять, на прогулочку, на елочку пришли. Мороз вас не отпугивает? Нет, не отпугивает. Какой мороз? Очень тепло на улице, очень хорошо, все прекрасно, настроение очень хорошее. Любые праздники для города нужны, чтобы собрать народ, чтобы народ мог прийти из своих квартир, помеселиться, чтобы подышать, скажем, можно, поскольку хорошая музыка, танцевать, развяться. Потому что такие длинные выходные, они очень скучные. Создалось праздничное настроение, весело. Вообще, почаще бы такие праздники зимой справляли. Пляски, конкурсы, горки. Каждый пришедший на гуляние мог провести этот вечер по-своему. Многие жители города отметили ледяной городок. Он поистине оказался сказочным. Для некоторых гостей русские гуляния в нашем городе стали настоящим открытием. Город классный, есть время провести, особенно тюбинги, все дела. Праздник тоже хороший, все отлично. Что понравилось вам? Концерт. И елка. Да, первый год елка такая классная здесь. Я не знаю, как была в прошлом году, но в этом году классно. Даже лучше, чем у феи, я вам так скажу. Ничем вообще не уступает. По традиции на сцене стояло театральное представление. Сказочные герои, конкурсы с детьми и взрослыми, песни, танцевальные батлы. Все это присутствовало на рождественском гулянии. Мир дому вашему, пирогом вам кашлю. Пришла коледа накануне Рождества, а с ней мороз через тыл перерос. А мороз невелик, да стоять невелик. По окончании праздника состоялась дискотека для всех желающих. Праздник на центральной площади города получился действительно сказочным и незабываемым. Константин Миркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».